Всем привет! Меня зовут Алена и вы на канале Кракольский Ильч. Девчонки и мальчишки, а также их родители. Сегодня я решила начать снимать видео обратно отчет. Как вы понимаете, когда я снимаю видео обратно отчет, это значит, что финиш уже рядом. Обычно мы снимаем первые крестики, мы стартанули, показываем первые крестики. А я показываю финиш буквально три дня до того, как я понимаю, что я закончу сюжет. И я начинаю показывать и рассказывать. Как вы понимаете, я заканчиваю свои розы. Девочки, эти розы длились два с половиной года. Они, наверное, всем уже надоели. Это, знаете, как Санта-Барбара, которая годами из серии к серии. В общем, все тянем Яшу за одно место и все никак не вытянем, понимаете? Ну вот примерно то же самое. И сейчас я нахожусь уже на финишной прямой. Ребятки, финишная прямая. Мне буквально осталось, ну если быть до конца откровенно, меньше тысячи крестиков. Это может быть даже крестиков 600-800. Я почему делю на три дня? Потому что на самом деле, вы знаете, что по времени у меня не получается вышивать много. Если даже я когда-то вышиваю, то я вышиваю максимально два часа. Это тогда считается мой хороший вышивальный день. Потому что больше двух часов у меня вышивать не получается. Иногда даже и по 40 минут, по полчаса. В общем, как обычно, как у нас у всех бывает. Но вот все, чтобы вышивать 3, 4, 5 часов, такого у меня в принципе не бывает. Плюс у меня дни, когда я вообще не вышиваю. Ну, достаточно часто бывает, да. То есть в месяц у меня тоже даже. Если раньше, когда-то я считала, что я где-то 22 дня в месяц вышиваю, а остальные не вышиваю, да, выпадает у меня. То на данном этапе, ну, максимум, наверное, дней 15 у меня получается вышивальных. Это, как правило, выходные, когда у меня нет работы, я пытаюсь оторваться. Ну, вот тогда уж точно 2-3 часа я уделяю вышивке. Но это тоже не всегда. Это тогда, когда я дома. А последнее время, в выходные мы всегда уезжаем в горы. Поэтому, ну, кто следит за мной вообще и знает мой второй канал, тот смотрел, наверное, мои похождения по горам. По лесам, по горам. Знаете, нынче тут, завтра там. Ну, в общем, это что-то вот примерно про меня. Поэтому выходные тоже у меня выпадали. А в будние дни там больше часа, полтора, два. Это если все отлично получается, то так вот у меня получается с вышивкой. Поэтому процесс идет очень долго у меня. Но все равно он двигается. Девочки, мы же никуда не торопимся. Что нам гонки какие-то устраивать? Конечно, нет. Давайте сейчас я покажу уже примерно, на каком этапе я нахожусь. Смотрите. Это уже, вы видели, по-моему, до этого места. Короче говоря, вот эта последняя дощечка. Здесь у меня осталось совсем чуть-чуть. Причем листики у меня тут все вышиты. То есть мне осталось заполнить вот эти вот дощечки. Я что сделаю сейчас? Я сейчас буду переставлять пяльца. Поэтому я вам и показываю вот в таком виде. Потому что мне здесь уже неудобно. А по схеме, давайте я вам покажу по схеме. Не по схеме, а по превью. Мне осталось сейчас где-то... Мне осталось вышить вот эту часть. Девочки, это вообще ни о чем. Вы понимаете? Давайте по схеме глянем. Сейчас. Я тут разложилась, в общем, во всей красе. Потому что мне же, блин, самой жутко интересно. Так, сейчас я схему сложу, потому что она просто огромнейшая. Так. Так, я ее прямо загну. Смотрите. Надеюсь, что Риолис на меня не обидится. Так. Вот. Вот эта дощечка. Эти листики у меня вышиты. Вот это. Вот здесь внизу листочки. Но здесь немного, да? И... И что еще? И вот здесь вот эти вот дощечки, да? Все. Больше... Больше ничего. Еще раз возвращаюсь. В общем, мне осталось вышить вот эту дощечку. Вот все, что светло-бежевым. Вот эти части. И вот здесь вот внизу зелененьким. Я хотела подложить, получается хуже. И вот внизу зелененьким. Дальше. То есть, реально... Сейчас я посмотрю. 100, 200, 300... Ну, где-то 600-700 крестиков. До тысячи. Но это уже совсем мало, ребятки. Да? То есть, это совсем мало. Итак, сейчас я переставлю пяльца. Покажу вам, опять же, на каком... Что у меня там происходит. И да. Я хотела вам сказать. У меня где-то какие-то есть еще единичные крестики. Я знаю, в каких местах. Это на стыке первого-второго листа. Но я, когда вышью все дощечки, я очень внимательно через лупу просмотрю. Потому что, как правило, я вижу пропущенные крестики. Когда уже снимаю на камеру близко и увеличиваю, тогда я вижу. Поэтому я возьму лупу и с лупой пересмотрю. Если вдруг я какие-то крестики пропустила, такое бывает. Ну, я думаю, с каждым бывает, да. Особенно, когда цвета похожи и по-светлому практически не видно, да. Вот. Так, ладно, я много болтаю. Так, все, переставляю и покажу вам зону своей работы. Девочки, разложила. Работа, конечно, офигеть, какая большая. Ну, вся мятая, конечно, вы же понимаете. Но вы видите, какой мне вот здесь остался маленький кусочек. Вот ни о чем, да. Вот вообще ни о чем. Ой, просто я уже балдею. Все, я переставила. Давайте сейчас вам покажу. Смотрите. Ну, то есть, вот, все, вы видите. До сих пор, вот до краешка. Все, то есть, ну, совсем чуть-чуть осталось. Ну, просто вообще малюсенький кусочек. Поэтому я, наверное, даже вам показывать, если честно, продвижения никакие не буду. У меня сейчас Рома с Энсо уезжают опять в горы. Я попросила в этот раз оставить меня дома. То есть, у меня будет два дня. Как раз обратный отсчет. Три, два, один, финиш, да. У меня будет как раз два дня для того, чтобы я дошила этот кусочек. И вот, когда я дошью этот кусочек, тогда я вам уже покажу. Я не могу нарадоваться. Я смотрю, вы понимаете, я прямо вижу, что вот он финиш, вот он уже, да. То есть, абсолютно, ну, сколько здесь вышивки. Ну, ничего, ни о чем. Причем вышивается все уже, ну, ниточками бежевенькими, там, с какими-то вкраплениями единичными, да. То есть, ты уже, как это, швея-мотористка. Чин-чин-чин-чин-чин. Быстро-быстро-быстро и все, да. И листок. Все, мои хорошие, отключаюсь. Надеюсь, что мы с вами встретимся. Надеюсь, что у меня будет время просто снять и показать. Я же захочу еще и постирать, и отгладить, и натянуть на какую-то картоночку, чтобы вам показать во всей красе, правильно? В общем, я надеюсь, что у меня будет на это время, что я успею закончить. И мы с вами увидимся буквально через одну секундочку. Девочки, в общем, моя эпопея с Санте-Барварой в течение трех лет, которую вы смотрели, закончилась. Аллилуйя! Давайте я вам сейчас покажу конечный результат сначала, чтобы вас уже не томить, потому что столько вы все ждали, столько вы меня поддерживали, давали пиночков и все. Поэтому, конечно, я вам очень тоже благодарна. Если бы не вы, я, наверное, еще бы три года вышивала. Ну, сейчас покажу готовый результат, а потом пойдем, пройдемся по техническим... Ой, слушайте, она такая огромная, что я не знаю, по техническим вопросам. Ну, смотрите, мне приходится даже вот так отодвигаться, чтобы вы могли понять, какой размер. Розы просто шикарные. Девочки, это что-то с чем-то. Как я всегда говорю, без единого бэка, вы посмотрите, какая проработка самих роз. Они как живые, они как будто, да, не вышивка, а фотография. Я не знаю, как хотите, можете говорить, да, но действительно... Или как рисунок, что ли. Размер огромный. Я даже не могла найти картон. У Ромы украла кусок для школы. У него был такой картон специальный, знаете, на котором стен газеты, они делают там всякие такие вещи, да. И я у него отрезала кусок, потому что мне даже не на что было ее натянуть. Ну, натянуть это громко сказано. Ой, девочки, мне даже тяжело так держать. Натянуть это громко сказано, но хотя бы ее как-то закрепить, чтобы вам показать. Ну, смотрите, ну это же просто... Девочки, она тяжелая. Это же просто бомба, да. Я вообще балдею. Я, конечно, ее буду оформлять. Конечно, ее буду оформлять по спорту, несмотря на то, что она такая большая. Я хочу, чтобы эта картина была масштабная такая, знаете, дорого-богата. Но у меня есть второй парный сюжет. К белым розам розовые розы. Поэтому, когда я буду вышивать розовые розы, тогда и я их вышью, тогда я уже буду оформлять, потому что оформлять я буду абсолютно одинаковые багеты. Ну, они будут парные картины и будут оформлены одинаково. Давайте теперь пройдемся по техническим вопросам, потом еще раз вам покажу. Так, что я вышивала? Риолис. Артикул вы видите. 2009 год, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, 2009 год. Художник Галина Скобеева. Ниточки Анкор, 21 цвет. Мулины. Хочу сказать. Последнее время я ругалась на Риолис. Но я могу вам сказать, что у меня остались даже не тронутые вообще пасмы. То есть, не так столько не тронутые пасмы. Вы понимаете? Вообще, цветовая гамма, и, ну, в общем, тут много. Остатков много на вторую работу. Даже если вы возьмете, скажем, наверное, поменьше основу. Это основа 16-я, девочки. Я не сказала, да? Это 16-я канва. Или это вообще равномерка? Это не канва, это равномерка. Но она такая какая-то рыхлая. Я не знаю, что это за равномерка. Но это равномерка, не канва, да? Не аида. Цветовая гамма, конечно, вы видите, ниточек не очень веселенькая. Но вы видите, что я их даже вот оставляла вот в таком виде. Вытаскивала пасму, обрезала и оставляла вот в таком виде, да? На органайзере у меня тоже еще достаточное количество. То есть, мне надо будет все эти ниточки обратно замотать. Вообще, я хотела, у меня нету карты цветов анкор. А так, они же без номеров, да? А так, мне бы было интересно. Не знаю, может быть, кто-то посоветует, где купить, чтобы можно было за границу прислать. Не в России, да? Потому что в России я как-то на 1-2-3 стич нету, я смотрела. Может быть, бобин, майбобин. Есть там... Потому что я бы хотела, у меня анкоровских ниток есть, ну, такое достаточное количество. Я бы хотела иметь карту, и карту DMC, и карту анкор, чтобы мне хоть как-то ориентироваться, да? Ну, понятно, белый-черный цвет не надо. А вот все вот эти бежевые, такие вот хаки, какие-то цвета, было бы неплохо. Значит, что я хочу сказать вам. Давайте покажу вам схему. У меня в таком... Ну, как вам сказать? Вот схема на двух листах таких. Она читабельна. Я ее проклеивала скотчем, потому что она все-таки перетирается. Ну, и так как я вышивала ее давно, уже долго, вернее, да? И туда-сюда ее крутила, складывала. Большая такая схема. Я не очень люблю такие огромные листы. Мне не совсем удобно. Мне пришлось покупать вот такую вот картоночку специально для схемы, чтобы можно было ее как-то цеплять, потому что мне неудобно. Сейчас, кстати, второй лист я начала вышивать. Я вам сейчас скажу, когда. То есть я вышила второй лист достаточно быстро. Так, 3 января. И смотрите, в мае я закончила. Ну, учитывая мою занятость и то, что у меня был горячий сезон, да, то есть эта работа такая немаленькая, поэтому я считаю, что я справилась очень хорошо. Если бы я начала вот так же сначала, то я считаю, что я бы за 3 месяца смело бы справилась. Девочки, размер 55 на 35. Я измерила после стирки. Мне усадки не дало. Так и есть. 35 на 55. То есть вообще шикарно. Канва не села. Либо, либо вышивали девочки, когда ставили, ну, замер делали, да, то, может быть, с канву смачивали. Почему? Потому что по мне я вижу, что она немножко уселась по ниточкам, да, по крестикам. Я вижу, что канва чуть-чуть уселась. Более плотная такая стала вышивка. Но сам размер я померила, когда вырезала картонку. То есть он такой же остался. Я даже посмотрела еще раз на обложку. Думаю, ну, не может быть. Неужели не усела ни на 1 сантиметр, ни на полсантиметра. Вообще ни на сколько. Нет, девочки, ни на сколько не усела. Вот как указан размер, так и есть. В крестиках, размер в крестиках 93 тысячи с лишним. Да, то есть 340 на 193 клеточки. То есть 93 тысячи для меня, наверное, это одна из самых больших, крупных работ. Я хочу сказать, что работа действительно крупная. Что у меня осталось? У меня остались вот эти палеточки с образцами ниток, да. То есть я не навешивала сюда, не организовывала. Я организовывала на пластиковое, а это так у меня и осталось. Жалко, что никому нельзя сейчас переслать или что-то. Я могла бы с удовольствием остаток бы скинула и все эти ниточки бы скинула, которые у меня остались. В принципе, человеку бы хватило, если бы поменял на меньший каунт или там на какую-нибудь равномерку, то я думаю, что хватило бы даже на второй отшив. Вышивается все крестиком в две ниточки. Все, больше никакой. Очень все легко и просто. Кстати, вы представляете, у меня тут еще наклеена цена. Знаете, сколько я платила за... когда я покупала это вот 2009 год? То есть я покупала это как новинка. Как только вышло, я сразу же купила этот и второй, второй тоже. 34,99, это было в латах, 34, это 60, ну, примерно 65 евро я платила. Как вам? Я заплатила 65 евро. Это в 2009 году. Это очень много. Это очень много, девочки. Представляете? Вообще ужас, да? Так, что хочу вам еще сказать. Я тут посмотрела. Ну, раз мы уж говорим, я так по техническим данным я себя выписала, потому что, ну, мне уже было интересно, сколько вообще я вышивала, как у меня все проходил, весь этот процесс. Смотрите, значит так, начала я 10 июня 2020 года. 10 июня. Сейчас май. То есть мне практически месяца не хватило до трех лет. Но сколько я вышивала по дням? Я вообще так подумала, что я, конечно, такая, как вам сказать, лентяйка в этом плане. Но, наверное, я все-таки думаю, из-за, знаете, как я начала, стартанула с очень большим энтузиазмом, а, наверное, вот эти цвета, все-таки я люблю более яркие, насыщенные краски. Мне нравится вот эта игра цвета. Меня немножко стали утомлять вот такие коричнево-зеленые, болотные тона. Хотя я люблю такими оттенками вышивать. Вы не подумайте, что мне не нравится. Нет, ну просто, когда их очень много, и ты только вышиваешь ими, наверное, приедаются. Поэтому ты уже не хочешь, хочешь отдыхать. Смотрите, в 2020 году я вышивала за год всего 16 дней. Я же все записываю, девочки. 16 дней за год. Ну, конечно, как я... Это вообще, это даже не месяц, да? То есть вообще ничего. В 2021 году я вышивала 24 дня. Тоже ненамного больше. В 2022 я отличилась еще больше. 14 дней, девочки. Мне даже стыдно вам говорить. Понимаете? Даже стыдно. И в 2023 году вот сейчас я вышивала 31 день. Всего я на эту вышивку потратила 85 дней. Девочки, я вам так вот и сказала, что если бы я взялась за 3 месяца, даже если это не свой основной процесс, но ты вышиваешь в месяц не по 10 дней, только этот процесс, а хотя бы там 20 дней. Причем, смотрите, у меня вышивальные дни короткие. У меня, если девочки некоторые вышивают по 3, 4, 5 часов, да, они считают вышивальный день, то у меня максимально большой день вышивальный это 2 часа. Я вот вечером сейчас, когда последнее время вышивала, я ставила, например, там видео ваше или какие-то, вот, или фильм, например. Фильм идет час 45, ну, к примеру. И вот это время, пока идет фильм, я вышиваю. Фильм закончился час 45, я иду спать. Все, да? То есть, понимаете, вот такие у меня вышивальные дни. Поэтому даже 85 вышивальных дней, если все-таки уделять по 3 часа, по 4 часа вышивки, то я думаю, что за дней 45-50 можно смело вышить эту вышивку. Поэтому, несмотря на то, что вышивка такая огромная, по времени, давайте еще раз покажу, ой, полюбуемся вместе с вами, и я полюбуюсь. По времени ее можно вышить достаточно все-таки быстро, правда же? Ну, если, как говорится, есть настроение. Ксюша Арчи вышивала, я не помню, она тоже говорила, но она очень быстро вышила, она как-то начала вместе со мной, ну, то есть, я начала вместе с ней, она начала, я говорю, ой, Ксюша, я стартую с тобой. Она тоже в июне 20-го года начала. Но она в 21-м году закончила, она ее как-то отложила, вышивала-вышивала, потом отложила, и, по-моему, она вышивала по саге. Ей кто-то сагу сделала, или она купила. А я динозавры вышиваю по бумаге, мне нравится, я никуда не тороплюсь, пусть медленно, но верно. Правда же? Ой, ну смотрите, какая красота. Я тут смотрела, вот есть какие-то, сейчас издалека попробую вам показать, может, вам так не видно, вот здесь такие пустоты, здесь пустоты, здесь пустоты, вот здесь пустоты, они меня раздражали, как-то, как будто я не довышила что-то. Нет, я проверила, перепроверила, да, все так и есть, это просвечивают палочки, досточки, заборчик. Ну, в общем, я даже хотела одно время, птички вон сидят тут, поют, как прямо рядом со мной. Вон, крикунья. Прямо поет, сидит вот со мной рядом и кричит. Слышите, да? Вот, ну, потом подумала, не стала я дошивать, не буду, я хотела даже зашить эти все пустоты, потому что как-то они меня раздражают, мне не очень нравятся. Но нет, посмотрела, думаю, нет, все в порядке, я посмотрела еще раз по превью, все так и есть, все так и выглядит, поэтому решила, что я не буду больше ничего переделывать и перевышивать, зашивать. Девочки, все, похвасталась, откладываю в рулончик. Я считаю, что этот год у меня просто такой знаменательный, с такой вышивкой я закончила. Я очень рада. Девочки, всем спасибо, что вы меня поддерживали, что вы меня смотрели. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, напишите, как вам этот сюжет. Здесь Риолис не пожалел ниток, но здесь не акрил, не шерсть, здесь мулины. Поэтому, наверное, вложили достаточное количество. Все, всем спасибо и всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров М.Лосева